Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Эстония настаивает на срочном принятии восьмого пакета санкций ЕС против России. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью радиостанции Викер Радио призвал руководство Евросоюза срочно принять восьмой пакет экономических санкций против России. Указанный пакет, по мнению эстонского министра, должен включать всеобъемлющий запрет на поставку российских энергоносителей в Европу. Предыдущие семь пакетов европейских санкций, по мнению господина Рейнсалу, не сработали, поскольку никак не изменили политических планов Кремля относительно Украины. Теперь Евросоюз должен принять максимально жесткие санкции, чтобы заставить руководство России отступить. По данным прибалтийских СМИ, инициатива у эстонских властей по введению энергетического эмбарго поддерживает власти других прибалтийских государств, а также Польши. Указанные страны уже лишились поставок всех российских ресурсов и хотели бы, чтобы другие страны Европы тоже оказались бы в таком печальном положении. Отмечу, что после прекращения поставок российского газа, страны Прибалтики продемонстрировали худшие результаты с точки зрения инфляции. В странах Прибалтики рост цен официально превысил 20%, а в Польше инфляция приблизилась к отметке в 16%. Сообщается, что предложение Эстонии по введению запрета на импорт российского газа не поддержит все страны, которые ранее добровольно перешли на рублевый порядок расчетов и продолжают получать газ от Газпрома. Среди этих стран выделяются Германия, Австрия, Франция, Нидерланды, Венгрия. Эти же страны высказываются против и другого предложения эстонских властей, касающегося включения восьмой пакета антироссийских санкций в визовых ограничений против российских туристов. Рейн Салу в своем интервью отметил, что эстонские власти усердно работают над достижением консенсуса с европейскими партнерами над закрытием Шенгенской зоны для жителей России. По оценкам эстонского министра, новые визовые санкции затронут свыше 10 миллионов россиян. Именно такое количество жителей России ежегодно посещают Европу в качестве туристов. Инициативу Эстонии по введению визовых ограничений Евросоюз намерен обсудить 30 и 31 августа на предстоящем саммите в Праге. Европейские эксперты сомневаются, что европейские чиновники согласятся на тотальный запрет для въезда россиян на территорию ЕС. Указанная мера принесет лишь экономические потери для европейской туристической индустрии и так испытывающие недостаток туристов со времен пандемийных ограничений. Помимо озвученных мер, власти Эстонии также предлагают окончательно отключить все российские банки от системы SWIFT. Однако и эта мера не будет принята, поскольку она существенно осложнит работу европейских банков. Субтитры создавал DimaTorzok